Итак, AfterEffect. Все, что нам сегодня понадобится, это только AfterEffect и сторонний плагин, который называется у нас Cyber. Он распространяется бесплатно. Автор данного плагина VideoCopilot. У них много, конечно, платных плагинов, но этот они сделали бесплатным. Ссылка на него, конечно же, будет в описании. Итак, данный плагин позволяет нам создавать разного рода световые эффекты. Как это выглядит? Ну, создам просто какой-нибудь слой сплошной заливки. Нажму ОК. Далее, все, что нам нужно сделать, это установить наш плагин и после этого взять и перетащить его на необходимый нам слой. В данном случае это просто сплошная заливка. Бросаем его и вот, пожалуйста, видим светящуюся линию и видим его настройки вот здесь в панели управления эффектами. Что у нас тут есть? Чем можно регулировать баллоса? Здесь можно много чем и, в принципе, он достаточно интересный, классный и с ним можно сделать много чего интересного, но по порядку. Для начала можно выбрать пресет, в качестве которого мы будем работать. То есть здесь у нас целая-целая-целая-целая их куча. Ну, в данном случае у нас стоит по умолчанию. Их можно переключать, тем самым можно увидеть, как будет меняться наша световая линия. Некоторые из них анимированные в процессе, некоторые просто светятся. Вот тот, который Select, если его выбрать, он просто светится. Сейчас подгрузится. Select, Default, прошу прощения. По Default он просто светится. Разного другого рода, допустим, вот Core, огонь у нас будет гореть, можно сделать глаз Саурона. Но об этом мы чуть позже поговорим. После этого у нас есть настройки, можно включить-выключить свечение. То есть тогда у нас будет просто вот такое все тусленькое. Также можем управлять цветом этого свечения. Ну, здесь все написано. Интенсивность свечения. Glow Intensive. Glow Speed, глубина скорость свечения. Glow Biz, это настройка, опять-таки, яркости свечения. Изменение яркости цвета. Далее у нас тут настройки, собственно говоря, с какой точки будет исходить это свечение. И самое интересное, это кастомизация. То есть возможность настройки всего, что тут есть, самостоятельно. По умолчанию у нас есть Core Type, это Cyber, Layer Mask and Text Layer. То есть данный эффект можно применить к маске слоя или к тексту. Больше, к сожалению, ни к чему. Ну, вот такой вот плагин. Ну, и здесь есть разного рода настройки. То есть начало, начальный размер, как вы видите. То есть можно его менять, свечение конечный. Ну, и так далее. В общем, здесь все описано. В зависимости от того, что вы собираетесь делать, со всем можно разобраться. Сейчас мы попытаемся на примере с этим и разобраться. Дальше дополнительные разного рода настройки. Если честно, с которыми я глубоко вне вникал. Но, судя по описанию, здесь можно настраивать непосредственно свечение, кастомизировать и так далее. То есть в кастомизации у нас есть свои настройки. Дальше можно настройки рендеринга настраивать и тому подобное. В общем, куча-куча всего-всего-всего. Ну, и давайте что-то реальненькое сделаем. Что для этого надо? У меня уже есть слой. Я на нем просто нарисую маску и применю к нему это свечение. Для этого можно воспользоваться как инструментом перо, так, допустим, инструментом прямоугольник или эллипс. Ну, давайте воспользуемся эллипсом и нарисуем прямо на этом слое просто круг. Вот такой вот кружок. Это наша маска. Мы ее видим в палитре Timeline. Теперь все очень и очень просто. Мы открываем вкладочку Customization. Core Type вместо Cyber мы просто выбираем Layer Mask. После чего наш огонь применяется непосредственно к самой маске. То есть если теперь нажать Play, ну вот такое огненное кольцо у меня прямо есть. К примеру, можно поиграться другими настройками. То есть, допустим, End Offset или есть у нас Start Offset. То есть таким образом, что можно сделать? К примеру, я выставляю Start Offset на 0. И, допустим, вот здесь в этой точке кликаю на часики. А потом я хочу, чтобы мой огненный круг заполнился по часовой стрелке. Соответственно, только Start Offset. Вернемся. Start Offset. Неважно. Проматываем и ставим Start Offset. То есть отступ от начала ставим опять-таки на 0. В итоге, что мы получим? Если мы нажмем Play, мы увидим, как наш огненный круг, ну плавненько пока рендерится, появляется в нужной нам последовательности. Очень прикольно и эффектненько выглядит. Единственный нюанс в том, что все это дело происходит, как вы видите, на черном фоне. Неважно, будет это заливка, любой другой слой. Когда вы кидаете Cyber, у него по умолчанию заливка черным фоном. Это связано с тем, что появилось там свечение и все остальное при наложении. Для того, чтобы наложить это поверх видео, чтобы не просто был черный прямоугольник с кругом, нам нужно переключиться на режимы. Вот здесь я переключатель. В одном из видео уже про это рассказывал. И возле слоя, на который применен Cyber, во вкладке режимы, вместо нормального, нам просто нужно будет выбрать экран. Соответственно, после этого, если на сзади что-то еще будет, сейчас я создам что-нибудь на задний план. Ну, допустим, сплошную заливку. Только на этот раз возьму какой-нибудь цвет. Не на белом. Вот так. Поменяем их местами. И как мы видим, теперь наш круг светится, черный цвет ушел. Но здесь, опять-таки, настройки наложения нужно будет подбирать в зависимости от заднего плана, чтобы они смотрелись так, как вам хотелось бы. Поскольку задний план у меня светлый, мы видим, скажем так, не очень-то и приятный цвет. Поэтому здесь все уже в зависимости от фона. Но вернемся, опять-таки, к Cyber. Как наложить на любой контур? Я только что показал. Вопрос, как быть с текстом. Здесь есть еще настройки для текста. Все очень просто. Сейчас создам просто текст. Напишем. Текст. Так, вот мой текст готов. Далее создаем новый слой с заливочкой сплошной. Жмакаем ОК. На этот сплошной слой накидываем Cyber. В настройках кастомизации выбираем тип текст. Там, где текст лейер у нас, источник, нам нужно выбрать тот самый текст, который мы написали. Так, ну теперь можно чуть поднастроить свечение. Ну, допустим, выберем Electric. Опять-таки, Glow Inside. Ну, здесь все зависит от размера текста, поэтому мы можем его просто банально увеличить, чтобы лучше было видно. Отлично. И вот у нас теперь есть свой светящийся электрический текст. Соответственно, здесь, опять-таки, можно настраивать настройки кастомизации, допустим, тот же там Start, End, Off. Тем самым, ну, создавать какое-то появление у текста, да, или оставлять только какую-то часть. Ну, здесь все от вас зависит. Регулировать стартовый размер, допустим. Вот вначале он может быть вот так светится, да. Сейчас покажем. Вот здесь я поставлю стартовый размер вот такой вот. Промотаю, сделаю чуть больше. Ну, такое а-ля сочное, мощное появление. Ну, или как вы там хотите это назвать. То есть, да, вот мой текст так немножечко светится и начинает усиляться. Таким образом, данный эффект можно применять в ваших видео по-разному. Есть два варианта. Непосредственно применение к маске. Или непосредственно применение к тексту. В любых других случаях у вас будет просто прямая линия, в которой вы можете применить эффект. Ну, если вам нужна прямая линия, то на здоровье можете пользоваться. По большому счету, все остальные настройки, которые здесь есть, при помощи русского языка можно перевести. Но я показал те, которые реально в работе, ну, чертовски пригодятся. То есть, все, что нужно, допустим, стартовый и конечный размер, начало, конец отступа, соответственно, и настройки самого свечения. Все остальные настройки, я, честно сказать, в них особо не вникал. Ну, опять-таки, тут Glow Sizing. То есть, можно детально точно настроить, как будет светиться ваш текст, там будет происходить переход. Вот, в принципе, да и все. Можно такую инферно сделать. Вот такой будет огненный текст. Сейчас я его подрихтую по освещению. Конечно, это выглядит жутко. Но, опять-таки, здесь все зависит. Черт прочитать, что написано. Но, опять-таки, разные пресеты с разными эффектами будут выглядеть, соответственно, по-разному. Тут уже вы сами подбираете, какой вам нужен эффект, какой вы хотите эффект. Ну, допустим, да, что-то мне сейчас вспомнился фильм Tron, такой старенький. Да, вот там вот так все светилось. Вот такой светящийся текст можно сделать. Он будет просто, видите, вот светиться. Соответственно, управляя его яркостью, там, к примеру, опять-таки, с размером, то же самое Star Size, можно, управляя им, делать свет мигающим, к примеру. Ну, настроек целая куча. Плагин бесплатный, пользуется им очень просто. Настройки я показал. И это такое вот легкое видео по этому плагину. Поэтому, если оно вам понравится, и мы наберем достаточно много лайков, то я смогу сделать видео, которое вам покажу, как в реальных видео можно применить этот прикольный эффект. Помним, что уроки у нас пока такие базовые старты, для того, чтобы мы просто вниклись, что такое автор-эффект, и в дальнейшем смогли с ним чертовски хорошо работать. В принципе, все. Надеюсь, видео вам было полезно и интересно. Если так, не забудьте поставить лайк. Набираем 50 лайков на этом видео, и делаем продолжение с Cyber. К примеру, предыдущее видео по Инстаграму набрало нужное количество, и скоро на канале мы увидим новое видео, в котором мы разберемся, как сделать сторис, точнее, видео для сториса в Инстаграм, в автор-эффекте. Все, с вами был Виталий Менчуковский. Больше вас не задержу. Всем пока.